Друзья, всем привет! Сегодня будет такой вот экспериментальный выпуск, в котором я покажу разные полезные штуки и даже успею сделать одну простенькую, но полезную самоделку. Я вообще всегда в своих видео делаю какие-то самоделки обычно, но редко приходится общаться с вами моими подписчиками, ну и зрителями моего канала. И сегодня я хотел бы поговорить о сверлении, а именно, все наверное знают, что сверлить ровно под 90 градусов обычной дрелью довольно таки непросто, даже опытный мастер все равно может, ну человеческий фактор, немного ошибиться, в 1 градус, 2 градуса отклониться. Ну, так как я не особо опытный мастер, то я пользовался различными лайфхаками. Кто наблюдает за моим каналом, наверное, видел, что я пользовался и зеркалом, и уголком для того, чтобы сверлить более-менее ровно. Но все равно это не даст идеальный результат и требует большого внимания и концентрации, чтобы не допустить какие-то погрешности. Если делать надо много отверстий, то, соответственно, быстро устаешь. Конечно, с приобретением сверлиного станка стало гораздо проще выполнять такие задачи, так как сверлилит он ровно под 90 градусов, и ловить угол не приходится. Главное попасть сверлом в разметку и держать деталь в плоскости с платформой станка. Для чего могут быть использованы тиски? У меня есть вот такие тиски, которые шли в комплекте со сверлильным станком. Они хорошие, железные, алюминиевые или какие-то, точно не могу сказать, но со своей задачей они справляются, в принципе, на все 100%. Есть один минус у этих тисков, а именно, когда в таких тисках работаете и с металлом, и с деревом, то с деревом могут начаться проблемы. Потому что, когда зажимаем металл, какой-то грязь, ржавчина остается на вот этих губках. Соответственно, потом зажимаем в них дерево, и вся вот эта грязь остается на дереве. А также есть на этих губках вот такие вот, вот такая вот узорчик, вот, видно. Этот узор может остаться на вашей заготовке деревянной, если применить достаточное усилие. А этого нам не нужно. Поэтому я взял брусок и шпильку и сделал вот такие деревянные бруски. Они точно такие же. У них есть точно такие же... Ну, не точно такие же, а отверстия, которые подходят под пазы площадки на сверлильном станке. Зажимают они хорошо, дерево они не портят. И я на них только чистое дерево зажимаю, если нужно что-то ответственно просверлить. Вторая полезная штуковина для сверлильного. Это вот такая платформа, в которую вставляется шпилька со шлифовальным барабаном. То есть это я к чему клоню? Есть сверлильный, и нужно максимально упростить на нем работу и максимально расширить его функциональные возможности. Так вот такая штука полезна для шлифования округлых заготовок. То есть выпилил лобзиком что-то полукруглое, и, естественно, идеально это сделать, ну, скорее всего, не получится. И как раз, чтобы довести до идеала такую деталь, надо пошлифовать. Я вышел из положения таким образом. Честно говоря, не знаю, как по-другому это даже сделать. Наверное, продаются какие-то приспособы. Но я даже не узнавал, потому что у меня вот есть сверлильный станок и вот такая приспособа. Я могу за 15 минут изготовить любой барабан для этой штуки, любого, ну, практически любой длины по сверлильному смотреть, там, вылет вот этой вот площадки. Не знаю, сколько он у меня даже. И диаметр барабана тоже могу любой сделать. То есть в пределах допустимых, конечно. А шлифовка в сверлильном станке позволяет делать шлифование ровно перпендикулярно к платформе. Поэтому заготовка, получается, все это ровно шлифуется и качественная. Еще одна полезная штука для сверлильного станка – это, как ни странно, иметь вот такой патрон от старой дрели или еще от чего-то продаются такие патроны. То есть и у нас будет два патрона. Сейчас покажу, что с этим можно сделать. Закрепив такой патрон в центре площадки сверлильного, мы получим вот такую интересную конструкцию. Для чего это надо? Показываю. Закрепляем в нижнем патроне какой-либо кругляк – шпильку или болт, или еще что-то. И таким образом мы сможем сделать отверстие ровно по центру, и сверло никуда не убежит. Потом можем спокойно нарезать резьбу или еще что-то сделать. Не часто, конечно, такие работы бывают нужны, но они бывают. И выход из положения очень простой. Вот. Ну и напоследок сделаю приспособу, которая должна быть у каждого человека, у которого есть сверлильный станок. Если станка, конечно, еще нет, то нужно подумать о его приобретении, потому что вещь полезная, а простой бытовой станок стоит уже, в принципе, недорого. Можно даже за 5-6 тысяч купить какой-то. И он будет выполнять свою функцию на 100%. Так вот, к самоделке. Для ее изготовления нам понадобится 1 минута времени и вот такой кусок профиля. профиля 20 на 20. Ну, не обязательно 20 на 20, просто не очень большой нужен. 20 на 20 у меня просто есть. Он немного длинноват, поэтому отпилим лишнее. Готово. Теперь надо просверлить отверстие у края трубы. Все, приспособа готова. Рассказываю, как пользоваться. Закрепляем болтом нашу приспособленную платформу станка. И теперь мы можем моментально зажимать различные детали, не боясь, что они вырвутся из рук. Считайте, работает как тиски, но зажимает в 100 раз быстрее. Считайте, работает как тиски, но зажимает в 100 раз быстрее. Так, ну, пожалуй, на сегодня все. Вот такое экспериментальное видео у меня получилось. В комментариях напишите, как вам идея таких видео, делать ли дальше или нет. Если понравилось видео, поставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И пока!